Суд, что человек недееспособный был при подписании договора купли-продажи и приносит справку, купленная она в психдиспансере, не купленная, я не знаю, но она справка тем на то число, что он не имел возможность и желание продавать что-то, подписывать, и вообще он невменяемый. Суд встает на сторону родственников, сделку разрушает, деньги вы свои, вот, не получаете, с товарища, с этого душевно больного ничего не взыскать, и все, люди дальше, группировочка дальше идет, продает эту квартиру. Ну, я думаю, что долго она не будет продавать, сделки 2-3 они успевают сделать где-то в течение года, дальше надо будет адрес менять с этим товарищем, с психдиспансером, вообще нужно менять всю цепочку, но вам от этого легче не станет, так что, ребята, если у вас хоть сомнение какое-то есть, просите человека на сегодняшний день принести справочку из психонерологического диспансера, ничего в этом стремного нет. Идем дальше. Смотрим все, периллюстрируем Авито, Циан, ЕМЛС, ищем самые дешевые, самые вкусные предложения, как нам кажется, да. Мы верим в чудеса, что сейчас мы увидим помещение в объявлении, которое стоит миллион рублей на Невском проспекте, на фасаде, рядом там с Катькиным садиком, в хорошей локации, и мы верим в это, мы же олухи, да, людям так устроены, мы верим в сказку, мы верим в чудеса. И, о чудо, на том конце провода человек отзывается, да, я продаю магазин, значит, хозяин магазина, юрлицо, срочно, нужны деньги на операцию жены, она в Турции, там, или в Израиле, надо быстро перевести миллион, вот. И, короче, вы покупаетесь на это, все, сделка, все переоформляют, юрлицо, оно владеет этим помещением, все здорово, миллион отдали, не жалко. И, о чудо, прилетает вам бумага из суда, что вы являетесь третьей стороной по банкротству этой компании, проходите. И как вы думаете, все сделки трехлетней давности, заключенные от этой компании, подлежат возврату в конкурсную массу, и конкурсный управляющий будет продавать это помещение, дорого или дешево, вам уже все равно, потому что деньги вы, денег вы своего миллиона лишились. Еще раз, ребята, халява, 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 она никогда никуда никого не привела, не надо этой халявы. Заплатите за все своими деньгами, своим трудом, и все у вас будет в шоколаде. Все остальное халява ведет к мошенничественным действиям, халява ведет к попадосу. Только твой труд, только свой труд, и тогда ты будешь себя чувствовать защищенным. Идем дальше. Предбанкротное состояние юрлица еще раз вытекает из этого, чтобы быстро продать объект, скинуть. Очень быстро, минимальный ценник выставляется, клюет самый жадный, самый алчный человек, и, естественно, за это попадается. Это один способ. Там могут быть еще требования кредиторов различных, прессовка нашего полицейского ведомства, что людей там гоняют у юрлицо, претензии налогу органа, вплоть до закрытия его, да, и вычеркивания из единого реестра. А вы все это дело покупаете. Представляете, вы покупаете объект, а в это время юрлицо ликвидируют. И, естественно, правоприемник этого юрлица может кто угодно быть, от государства до муниципальных властей, до родственников этих учредителей, но только не вы. Поэтому смотрите аккуратней. Халявная цена, она до добра не доводит. Идем дальше. Значит, существуют еще такие взаимодействия между юрлицами. Это, значит, товарно-денежные отношения. Одно юрлицо поставляет другому, то юрлицо должно заплатить по контракту такие-то деньги. И бывает так, что два юрлица создают между собой задолженность. Или фиктивно накачивают другое юрлицо какими-то обязательствами невыполнимыми. Покупается то юрлицо на какой-то контракт завышенный, переводит предоплату, в общем, полностью увязывает в этом контракте. А контракт такой, что исполнить его ни по срокам, ни по качеству, ни по времени не удается. И та фирма, которая вас туда завлекла, она примерно это знает. Чем вы владеете, какие активы у вас есть. Уже спокойно, сейчас можно по единому реестру пробить все ваши активы. За небольшую денежку. Вы увязываете в этой компании по невыполнению своих обязательств. И подводится к тому, что вас подводят к тому, или ты выполняй контракт, или, пожалуйста, давай мы в зачет возьмем твои активы. Ну, это частично, конечно, я описываю рейдерский захват, да, с таким проникновением. Но, ребята, будьте внимательны, мы все предприниматели, у нас у всех есть юрлица, мы все входим в товарно-денежные отношения. И поэтому перед тем, как оценивать свои силы финансовые, это о чем я говорю. Смотрите, пример, чтобы вы поняли. У меня был знакомый, ну и сейчас есть, просто не знаю судьбу его. Он строил газопроводы, был одним из подрядчиков Газпрома в Карелии. Вот. И, значит, строил-строил, все хорошо у него было. Покуда ему Газпром не накинул подряд на миллиард. Ну, на миллиард. Но без авансирования. Говорит, ищи деньги, родной, ищи деньги, вкидывай, мы тебе потом по КС-кам закроем, по выполнению работ. Вот. Человек обрадованный, все, он на старости лет, ему уже там почти под 70 лет было. Он, значит, что делает? Он бежит у моих знакомых, друзей, занимает деньги под сумасшедшие проценты. 10% в месяц. 10% в месяц, представляете, берет часть денег, вкидывает в этот газопровод. Естественно, денег не хватает. Он бежит, начинает, значит, опять деньги собирать у людей. Говорит, у меня есть вот этот объект, вот это здание. Он еще забирает деньги с людей в городе. Опять вкидывает. И что происходит? Газпром, после того, как тот выполнил обязательство, Газпром говорит, слушай, генподрядчик поменялся, денег нет, в стране кризис, дулю тебе. Человек чуть не вздернулся, ребята. 70 лет у него начались рамсы здесь с тревожными, потому что он деньги брал под проценты, а проценты, как карточный долг, это святое, надо отдавать. Что произошло? У него сжигают одно здание, значит, начинают прессовать по другим. Я не знаю, что с ним сейчас, из города он пропадает. Вот что значит, когда вы хотите заработать, проглотить кусок больше, чем вы сами стоите. Вот это вот я вам сейчас сказал, в чем проблема. В чем проблема? И человек лишился всей недвижимости, все, что зарабатывал до 70 лет на этих подрядах. Вот вам сюжет. Бери ношу по себе, чтобы не падать при ходьбе. Идем дальше. Вы заключаете между собой договора займа, значит, договора доверительного управления, значит, просто займы какие-то между собой. Значит, все это обременяете, значит, можете недвижимостью обременять, можете не обременять. Но помните, у всех этих расписок договоров, значит, есть срок исковой давности, и он установлен 3 года. И если вы, люди могут так подгадать, что оформив на них объект недвижимости, выдав вам какие-то деньги под расписку, они дождутся, когда пройдет 3 года, вас теребить не будут, когда вы вернете деньги. Потому что стоимость вашего актива, который вы заложили под свои 3 копейки, она намного выше. Люди ведь не дают рубль в рубль. Здание стоит 10 миллионов, на тебе 10 миллионов. Нет, конечно же. Здание стоит 10 миллионов, на тебе 5 миллионов. И что происходит? Дождавшись, когда уже все, расписка кончается, они спокойненько забирают себе здание. Вы бежите в суд подавать на мошенника, который как бы вы должны были деньги ему отдать, да, по расписке, а он забрал у вас здание в 2 раза дороже, чем вы ему сумму должны. Но адьес, ребята, 3 года, 3 года, все, поезд ушел. Ни один суд не вернет вам после этого, ребят. Только если вы будете доказывать умысел, мошеннические действия. Ну какие тут мошеннические, если вы добровольно подписали все займы с двух сторон. Никуда это не денется. Поэтому, когда даете расписки, даете доверенности, даете любые контрабумажечки, отслеживайте, пожалуйста, отслеживайте. Три года. Или по новой переписываете их, да, чтобы они действовали для судебных инстанций. Или расторгайте договор, выполняйте обязательства, но освобождайтесь от этих обязательств хотя бы в голове. Следующий. Очень, ну, это сейчас менее, такой, менее распространенный способ мошенничества, но он существует. Раньше, значит, можно было взять помещение в аренду, в аренду в длительную, да, заключить договор длительный ФРС, обременить договором аренды, и вот это все продать как готовый бизнес. Создать в помещении, значит, бурную деятельность, показать, значит, фиктивную отчетность, значит, дохода, проходки и какого-нибудь, извините, лоха, неместного, залетного из провинции, который приедет сюда и хочет купить готовый бизнес с длительным договором, да, с бизнесом внутри работающего помещения, купить юрлицо, которое несет, как бы, доход. Вот тебе показывают по кассе приход, показывают еще черную кассу, которую нарисовывают, и ты вроде как бы получаешь уже гарантированный бизнес с помещением, с компанией внутри, но по факту там пшик. На это я наталкивался, на это я наталкивался в свое время, это давно было, но все равно сейчас, когда мне предлагают готовый бизнес, который существует в помещениях, да, и бизнесу это помещение не принадлежит, я очень скептически отношусь, что вытягивает ли этот бизнес хотя бы аренду для собственника. Поэтому всегда все перепроверяю и вам советую. Дальше. Ну, сейчас это number one, вот сейчас расскажу, это number one, купить помещение, квартиру или машину за 30% стоимости. Это галимые пирамиды, сейчас там все, в инстаграме их как грязи, как они там называются, от финика до фендекса, там еще всякого. Пока новый приток идет, адептов пока несут новые деньги, на верхушке деньги пока собирают. Раскрою вам, ну, не секрет, что ли, а математический подсчет. Если пирамида выдает 5% в месяц на вложенные деньги, такая пирамида может существовать до 15 лет. На площадке постсоветского СНГ людей хватит, чтобы выдавать 4-5% в месяц доходности на притоке новых людей, потому что эти деньги опять крутятся в рекламу, бюджет огромный тратится в рекламу, приходят новые адепты, перекрывают старых, значит, товарищей, кто сидит там с деньгами. Поэтому, ребята, ну, с другой стороны, 15 лет почти как бизнес, да? Крутятся, люди получают деньги, вложили, что в биткоины, что в эфириум, что во всякую вот эту фигню. Так что, ну, я все равно вас хочу предостеречь. Это пирамиды. Все пополняется, бизнеса нет, заводов нет, активов нет, ни хрена у них нет, только приходят новые деньги. Деньги на деньги. Я всегда говорил, деньги на деньги – это криминал. Деньги должны заканчиваться ресурсом, услугами или, значит, добавленной стоимостью в виде произведенного какого-то продукта. Деньги сами на деньги ничего не производят, они только разрушают. Поэтому будьте, ребятки, внимательны. Пирамид этих много. Идем дальше. Значит, как часто нам, опять же, продают помещение, расхваливая его или объект, какое оно классное, локация, значит, выходы, отдельные входы, там все классно. Только одно «но». Ни входы дополнительные, ни оконные проемы почему-то не согласованы. И когда вы сверяете, внутри помещение находится с планом ПИП, вот, вторичного объекта, да, смотрите, что у вас почему-то появился дополнительный отдельный вход, почему-то дополнительное окно появилось, а продавец почему-то не может объяснить внятно, почему появился отдельный вход с фасада, хотя он с лестничной клетки по факту есть. Только вот этот отдельный вход с фасада, он увеличивает добавленную стоимость помещения в два раза. Если он не согласован, то у вас контролирующие органы спокойно дадут вам предписание, чтобы заложить неправомерно сделанный отдельный вход. Вы-то помещение покупаете как готовый магазин, а в итоге потом, заложив этот отдельный вход с фасада, вы получаете просто офисную функцию. В два раза дешевле, чем существующий рынок. Поэтому, ребята, внимательно читаем планы, учимся читать техническую документацию к помещению. И это основа основ девелопера, кто занимается. Любое помещение начинается с прочитывания документации. Ничего другого. Сверки документации. По факту в наличии. Окей? Двигаемся дальше. Ну, распространенный мелочный такой киддок это сбор предоплаты за несуществующие квартиры, которые сдаются в аренду. Это так называемые фирмы, которых тут в центре полно. Они уже паразитируют на нас, на приезжих в основном в городе, ну, лет, наверное, 10 последние. И никак их не изжить. В чем фишка кидника? Ну, в газетах, в интернет-площадках размещается объявление, что сдается квартира в спальном районе за 15 тысяч рублей под присмотр, да? Может быть, любая легенда. Человек уезжает, нужна порядочная семья, готов за 3 копейки все это сдавать. Хотя по рынку там цена такой квартиры 30 тысяч. Но как же нам на 15 тысяч не клюнет? Ребят, вспоминайте мои первые слова. Халява. Халява порождает бедность. И еще трагедии различные. Человек приезжает, ему в компанию, ему дают на выбор 5 адресов, аж 5 квартир, которые за 15 тысяч можно снять. Перечень этих квартир с телефонами, со всеми собственниками, якобы. Тот платит совершенно небольшие денежки, те же самые 15 рублей, и удаляется со своими адресами. Обзвонив все эти квартиры, да, якобы, которые сдаются за 3 копейки, ему везде говорят, что сдано, уже не сдается, или идите нафиг, мы никогда не сдавали. В общем, просто чистая машинка. Не дали, как 2 года назад на Невском проспекте у такой компании зарезали человека. Человек пришел разбираться в компанию, в такую, чтобы вернуть свои деньги, потому что 15 тысяч человек, который приехал из провинции, ему надо где-то жить, это были для него последние деньги. И, значит, охранник, который охранял эту лжеконтору, да, мошенническую, его просто зарезал. Клиент зарезал просто его. Не справился с эмоциями и совершил убийство. Вот вам, что такое маленькие деньги, что такое обман, и что такое халява. Еще раз говорю, халява и смерть. Примерные синонимы, ребятки. Вдумайтесь. Нам всем все по труду дается и по возможностям. Ничего просто так никому не нарежут. Без неотдачи, чтобы в эту сторону, с нашей стороны что-то. Так что еще рассказал про один способ. Он маленький, но, да, пишут вон, бесплатный сыр только в мышеловке. Помните об этом. Ну и читайте внимательно договора. У всех этих мошенников, кто с вас берет деньги небольшие, скорее всего, услуги консультационные. Они же с вами поговорили, поговорили, оказали услугу, оказали. Вы деньги заплатили, заплатили. Какие претензии? А то, что там варианта нет, ну это не к ним, это уже к кому-то. Дальше. Всевозможные. Следующий метод кидника. Сколько я вот приезжаю в Москву, мне всегда говорят, слушай, да, мы знаем, ты занимаешься недвижимостью, мы можем сделать по дешевке помещение, но деньги там, предоплату нужно внести сейчас. Я говорю, слушайте, ну почему? Я нормальный человек. Я готов с вами договор подписать. Готов что угодно потом заплатить. У вас будут рычаги на меня. Ну зачем мне вам предоплату сейчас оставать, причем львиную там, сумасшедшую какую-то? И не знаю вас, первый раз видя в жизни. Купите вы, причем вы на торгах будете участвовать. Вы на торгах будете участвовать. Выиграете, вы не играете, это 50 на 50. Давайте, если вы выиграете, вы заплатите, я заплачу вам за услуги. В итоге нифига. Деньги вот сейчас и на бочку, там в ячейку их закроем, еще что-то. Я знаю, что у них доступ в ячейку без меня будет даже. Будет сделан договор уже второй, подложный, через который банк просто даст ему возможность открыть ячейку, потому что ключ, скорее всего, от этих денег они возьмут себе. Придут с другим договором, их откроют, они изымут деньги и все будут такие, будут все свободны. Поэтому, ребят, никаких предоплат, особенно, что касается торгов, аукционов, разных тендеров, никаких предоплат, никогда не отдавайте, не выпускайте. Все оплачиваем постфактум. Никто в магазине не приходит, не оставляет деньги, а товар придут за товаром завтра. Ну, за исключением, если это трехкопеечный товар. Все, что касается миллионов недвижимости, земельных участков, серьезных активов, никаких предоплат в этих играх не существует. Люди серьезные, значит, всегда платят постфактум, всегда есть определенная, значит, процедура. Значит, торги, значит, вместе участвуем на торгах. Значит, есть аккредитивы, есть банковские гарантии, есть, в конце концов, договора займа, есть нотариальные заверенные, есть черти чего, только нет официального. Поэтому не ведитесь, не ведитесь, пожалуйста, на предоплаты, ни на какие. Вот, не ведитесь. Идем дальше. О, это самый мой любимый, сейчас расскажу вам пункт, это самый мештяковый, значит, кидняк, вообще, что касается покупки помещений, готовых с арендатором, с золотым арендатором, который прям вас, ну, расцелует везде, в вашу розовую попу и будет вас кормить своими деньгами немеренно. Рассказываю про своего знакомого. Покупаем помещение тысячу квадратных метров с сетевым арендатором. Да еще каким? Спар. Известны вам, да, ребятки, ныне почившие в Бозе? Тысячу метров, ой, за 900 метров он платил аж полтора миллиона рублей. Полтора миллиона рублей. Покупаем объект, считаем, значит, окупаемость, блин, вообще 6 лет, для мечтяк, для стрит-ритейла, 6 лет, по красоте. Что происходит дальше? Значит, как только, как только покупаем, вот, ГАП называется, расшифровывается, кому интересно, наберите в интернете, что это такое. Вот. Как только покупаем такой объект, арендатор, причем объект, чтобы вы понимали, сто или сто с лишним миллионов, там, сто восемь. Он платит, арендатор, еще две арендных, два, две арендных ставки, два месяца сидит, по полторашке, три миллиона. В итоге у него остается чистыми на кармане сто пять миллионов. Ага, да, письма радости. И говорит, все, адьес, я съезжаю. Или, говорит, буду платить шестьсот, в три раза меньше. Занавес, да? Ты покупаешь, вроде, с якорным арендатором, вроде, губу раскатал уже, в итоге тебе по бороде катят вообще очень легко. Поэтому начинается суета, значит, как это тысячаметровое помещение в спальном районе, когда вокруг конкуренция, магнит, пятерочка, там, реал продукты, там, пытаться пристроить такую махину вообще нереально. Ты начинаешь ее дробить, начинается суета, нужны дополнительные киловатты, перепланировки, блин, ну и что у них вот пишут обычно долгосрочные договора? Так они и кинули по этим договорам всем, почитайте про спар. Долгов на 9 миллиардов, насрать ему на эти договора, ребята. Я говорю, будьте умней, анализируйте, когда вы собираетесь покупать, значит, такое помещение, стрит-ритейл, и вокруг вас, значит, стоят такие же магниты, пятерочки, не поленитесь узнать, какую аренную ставку они платят своим собственникам. И вот для вас это будет маяк, будет средний. Почему вы думаете, спар будет или магазин, значит, платить полторы тысячи за квадрат, а напротив пятерочка будет 600 за квадрат платить? Хрена с два! Лохов таких нет, я бы не стал платить, я бы обязательно пошел к собственнику и узнал. Слушай, ты там за сколько своим сдаешь олухом? Он говорит, я за 600, блин, а мои там, типа, мне полторашку платят. Так кто? О, я и своим полторашку сделаю. Не, ребят, так не бывает. Разведка, еще раз разведка. Так, ну еще у нас, какой тут, я тут немножко, да, накидал себе шпоры. Значит, еще один распространенный способ, это непредоставление, это, вернее, не прописанная одна лишь всего лишь строчка в договоре купли-продажи. Друзья мои, в договоре купли-продажи любого нежилого помещения, если вы не пропишите строчку, что деньги переданы до заключения основного договора, ребята, это прецедент, что ваш договор расторг любой суд. если, не дай бог, вы утеряете расписку от покупателя, от покупателя, да, ну там или от продавца, все равно с какой стороны вы будете, если у вас еще не написана вот эта строчка, имейте в виду, ваш договор купли-продажи разрушить вообще, как два пальца об асфальт. Поэтому имейте в виду и храните три года минимум все эти расписки, все эти расписки по помещениям, потому что непонятно, что там у людей будет в голове, у тех, у кого вы продали помещение или купили, какие телодвижения они поведут в вашу сторону, с кем они там будут разводиться, судиться, банкротиться, вы не знаете. Но это все прилетит к вам. Я, Вадим Варенцов, лично попал на это, друзья мои. Я попал и на эту строчку, оформляя на сотрудников для управления, для простоты управления помещения на 300 там, ну по рынку 300-400 миллионов. Вот если бы этой строчки не было, при оформлении, ну я просто олух был три года назад, я верил людям, да, и подписался этой строчкой. Вот не было бы этой строчки, одномоментно все бы активы сейчас опять ко мне ушли. Вот сразу. Потому что там не было, расписок не было у нас между собой, это же внутри компании было, и эта строчка просто решала бы. Вот просто дурацкая строчка, о которой никто не думал, ни секретарь, которая вбивала, да, просто бланк взяла с интернета, скачала и все. Поэтому, ребят, очень внимательно относитесь к этим договорам. Они могут быть оспорены из одной строчки. И главное, что, ни уголовка не берется оспаривать, ни дело возбуждать, ни хрена, они все тычут мне в эту строчку. Ну, Варенцов, ты же подписал, что деньги тебе переданы за объекты до сделки. Я говорю, так не было этих денег, посмотрите, ни расписки, ни возможности этих людей, значит, мне отдать такие деньги, огромные 300 миллионов, они голодранцы. Они работали за зарплату, пусть за большую, там, за, ну, за огромную, за 400 тысяч в месяц, но они нанятые люди мне были. У меня нанятые. Ну, вот, опыт, вот, чтобы здесь вещать вам, опыт минус 300. Ладно, уже больше заработали и заработаем. С вами вообще это очень легко, ребят, совместно, это не одному путь. Ну, давайте потихоньку буду заканчивать, у меня телефон разряжается, и я вам так прочитаю вообще экзотические способы, но это вообще уже, которые в рамках вообще уголовного кодекса не резут. Это случай, опять же, с моим знакомым, рассказываю. Есть такой бизнес, как взятие на дожитие пенсионеров, пожизненная рента. Если кому интересно, прочитайте в интернете, не буду здесь рассказывать. Это берешь пенсионера, он квартиру переписывает на тебя, собственность уже с обременением, что ты 15 тысяч, ему пока вот он сколько живет, 15 тысяч выплачиваешь ему к пенсии. Вот, и гасяшь еще коммунальные платежи за квартиру. И вот у меня с одним человеком случилась такая история. Вариант ему этот принесли, как бы в клювике, не очень хорошие люди на районе, да, можно сказать так, наркоманского вида, потому что они знают, где одинокие, где не одинокие. И их условие было такое, что как только квартира, значит, у него переходит, и как только он реализует квартиру, он с ними расплачивается. Вот, и вот эти товарищи ему этот вариант принесли, он оформил квартиру, и они зачастили к нему за своей долей. Говорит, мы же тебе вариант принесли, да, как такие риэлторы, надомники, давай нам нашу долю. А он им, соответственно, сказал, ну, у нас же договоренность, значит, бабушка умрет, через там, год, два, три, я квартиру продам, вам вашу долю отдам. Люди не стали ждать, печально, грустно, но просто убили бабушку. И человек у меня этот в бега помчался. Вот. Поэтому, делайте выводы, даже такой рынок на дожитие, то имеет свой запашок, так сказать. Поэтому они же ждать не стали, им нужны деньги сегодня и сейчас, а моральных принципов у людей нет совсем. Ну, я говорю, я сейчас вообще называю просто трэшовые вещи, но имейте их в голове. Всегда ищите, кому это выгодно. Значит, следующий, знакомый из Москвы, купился на такой кидняк. Сейчас все привлекают инвестиции, да, собирают деньги, и куда-то вкладывают в какой-то бизнес совместный. Ну, и мы в том числе тоже этим занимаемся, только мы в недвижимость вкладываемся. А здесь человек собирал деньги на оборудование, автомоечное оборудование, которое закупалось в Италии, и здесь привозилось в Питер, якобы должно устанавливаться, работать, и инвесторы должны зарабатывать денег. Так вот, чтобы создать видимость честности всего, он инвесторов всех затащил в Милан. Все с деньгами приперлись инвесторы в Милан, да, чтобы 100% доверие было. Отдали ему деньги, несколько миллионов евро, и, значит, тот отправился на фабрику заключать контракт по производству этого оборудования. И что бы вы думали? Его по пути на эту фабрику ограбили. Пришел к инвесторам и сказал, парни, напали, украли, кто-то узнал, утечка. В общем, это просто галимый кидняк. В той юрисдикции, в той стране с ним ничего не сделать, ничего ему не предъявить, ни за что его не подвесить, потому что сам подпадешь под уголовное преследование. Вот, инвесторы утерлись, это реально жизненная ситуация. У меня в Москве очень известный парень попал на эти деньги. Вот, а второй вот, вернее, этот человек, кто собирал инвестиции, он здесь в Питере, с удовольствием себя нормально существует, был признан предпринимателем года в Санкт-Петербурге, играет, блядь, извините, выргаюсь в теннис на Крестовском с небедными людьми и корчит из себя мега предпринимателя. Вы понимаете? Вот такая вот мразота, она везде существует до сих пор. Как их только на земле носит, бог. Ладно, не будем ругаться, идем дальше. Мой случай. Не очень хороший, конечно, этичный, но вынуждали меня купить помещение люди, с Бородами и с Остечкиными в Кабуре. Принуждали купить помещение, чтобы я у них купил. Не меня заставляли продать свое за бесценок, понимаете, да, разница в чем? А принуждали меня купить путем воздействия на меня, там, на семью, ну, в общем, имейте в виду, что если такие трешовые ситуации, можете попасть, поэтому смотрите, с кем иметь дело, с кем, значит, компанию создавать, куда двигаться. Опять же, моя ситуация. Ребят, вот все, что я рассказываю, здесь 90% это моя жизнь. Это моя жизнь, это мои вот седые волосы, лысая голова, сломанные пальцы, вот, выбитые зубы, это вся моя жизнь. Здесь все вот как-то наизнанку вывернуто. Здесь не какой-то инфо, блядь, бизнесмен трещит. Здесь человек-практик, который каток жизни проехался по мне в разные стороны и в одну и в другую сторону. Ладно, жалость не будем вызывать, двигаемся. Аренду мне, арендатор, арендодатель повысил в два раза после окончания договора аренды. Была аренда тысячи долларов, да, за спортивный клуб, через год стало две тысячи. А это как раз тысячи и составляло всю прибыль с этого клуба. Может, даже меньше прибыль была. И вот, чтобы отстаивать этот договор аренды, чтобы вернуть свои деньги, вложенные в ремонт этого помещения, пришлось брать ружье, загонять патрон в патронник, сидеть с ним и разговаривать. Потому что напротив меня стояли вооруженные люди с боевым оружием. И вот за цена вопроса была 10 тысяч долларов, и за 10 тысяч долларов люди готовы были друг друга жизни лишить. Вы представляете? Поэтому, ребят, не доводите до этого. Всегда страхуйтесь. Договора аренды, они все написаны кровью, так скажу. В армии говорили, устав написан кровью. Я вам скажу, все договора аренды, они уже прошли через таких Вадимов Варенцовых. Алчные, жадные люди, собственники. Ну, они всегда плохо кончают. Имейте это в виду. Ну, классика жанра. Мои первые объекты, когда я покупал, купил помещение с юрлицом, стоимость помещения была, ну, гипотетически, 10 тысяч долларов, а долги на этом, по НДСу, я тогда еще не понимал, ни в бухгалтерских балансах, ни в аудите, долги по этому помещению были на 30 тысяч долларов. И продали мне это помещение миловидные девочки. Девушки, никогда бы не заподозрил, что они кидняк готовят. Они продали это мне помещение с долгом в три раза выше, чем стоимость самого помещения. Кому такой бизнес надо? Да ладно бы это. Но самое-то главное, что неуплата налогов в таком размере ведет уголовное преследование государства. Они мне продали уголовную статью за мои же деньги. Они говорят, на тебе статью и иди в кресты. И помещение даже тебе не хватит расплатиться с ними. Ребят, имейте в голове, когда вы покупаете юрлицо со сменой учредителей, аудит должен быть 100%. Не пожалеете денег, ну куда деваться. Иначе купите, говорю, чемодан без ручки. И нести тяжело и бросить жалко. Ну, самые простые это, значит, тоже помещение покупка права аренды у города с ретивыми жителями, аборигенами, которые добиваются разрыва договора аренды с городом. Вот вы покупаете этот договор, начинаетесь там обустраиваться, но жители уже все так замордовали, что не дадут вам пользоваться. У меня не буду говорить, кто из резидентов клуба даже в собственность купил помещение на первом этаже с отдельным входом во дворе, и ему жители не дают пользоваться помещением, им не дают извлекать доход. Ни офисный, никакой. Вы представляете? Суют спички там в замки, обрезают электричество, и человек устал просто воевать уже, устал, и сейчас продает это помещение. Вот что происходит у нас. Какие еще люмпины и мудаки у нас живут в нашем городе, прости Господи. Но это как бы ваш стержень внутренний, будете вы с этим бороться или нет. Но есть и такое. Значит, ну и вот нашумевшие на слуху, да, мануфактура Невская, сгоревшая. В чем там смысл? Расскажу. Значит, я говорю, сейчас рассказываю просто про экзотические. Люди получили разрешение на строительство на данной территории, но мешал всему КГО, комитет по охране памятников. Не давал свое заключение на ведение стройки. И ничего лучшего они не нашли, как просто поджечь свою мануфактуру. Опять же говорю, тут жадность. Банк Викинг, я думаю, что человек, который всем этим заправлял, я, конечно, не, у меня нет документального подтверждения, да, меня можно обвинить сейчас, наверное, в чем-то, но я не буду до конца договаривать, думайте сами. Было разрешение на строительство, но здание сгорело. Оставим это между строк. Помещение, которое можно купить в рассрочку. Был у меня случай с моим знакомым. Покупали мы помещение в рассрочку, отдали половину стоимости помещения, остальное равными траншами должны были выплачивать. И вот на получение очередного транша, да, кэшем, приехавшись к человеку, человек получил наручники на запястье и в ВВС приводили. А почему? А потому что тот, значит, товарищ написал заявление о вымогательстве. Написал заявление о вымогательстве. Я не знаю, что он хотел. Значит, он хотел то ли посредством уголовного дела за полцены это помещение забрать, да, потому что он половину заплатил, а за остальными деньгами он собственника хотел в тюрьму посадить. Вот. Естественно, ничего это не получилось, но нервы нам попортили, мама не горюй. Поэтому, ребят, перед тем, как ехать даже за такими деньгами, за траншем, берите свидетеля кого-то. Берите свидетеля, кто в курсе всех ваших хозяйственных взаимоотношений и везите с собой уже готовую бумагу на получение денег, подтверждающей, что вы едете за очередным траншем. Окей? Потому что приедете пустые без всего. Вот. Не дай бог у вас еще в машине там биту найдут или какие-то оттягчающие предметы, то вам, конечно, все это прикрутят на раз-два. Ну и напоследок просто курьезный вам случай из моей практики. Значит, покупки недвижимости на фонде имущества. Ну, на приватизационных торгах. Рассказывать могу, потому что все это на моих глазах. Человек уже сейчас этот сидит в тюрьме. Вот. Значит, в чем дело? Значит, человек привлекал деньги на покупки госимущества. Но поскольку привлекал-то он привлекал, в имуществе в этом он ни хрена не понимал в объектах недвижимости. И в очередной раз привлек 30 миллионов рублей, купил какого-то дерьма на фонде. Каких-то там бомбоубежищ непонятных, которые не монетизировать, не сдавать, не продать никому невозможно. И наобещав собственнику этих денег какой-то баснословный заработок. Проходит время, эти объекты не продаются, не сдаются. Собственник к этому товарищу значит, с вопросами, ну, где мои деньги, или там, возвращая или активы, или аренду, или что. Ну, на что тот сказал, слушай, ты типа, ну, мужской, да, у нас там, тысячи гол, типа, гуляй там. Как продастся объекты, деньги получишь. Человек просто не стал терпеть. Это было на Петроградке, на Большом проспекте. Значит, не снес оскорбления, потерянных денег, вытащил пистолет, передернул затвор и три пули в задницу фиганул ему. Короче, уехал, конечно, да, в тюрьму за это, за членовредительство, благо, тот жил, жив, но этот товарищ, он своей смертью, как сказать, жизнь не закончит. Они потом подделали, значит, договор купли-продажи на какое-то помещение, на собственность и продали на Вознесенском проспекте этот объект недвижимости каким-то москвичам, да, залетным опять же. Ну, в общем, машинку, и за машинку его прикрыли. В общем, сначала три пули в попу. В общем, кто ищет геморрой на рынке недвижимости, он всегда его найдет. Его здесь немерено. Зайди в любую парадную, тебя ждет всегда. Там, на хитрую, да, есть попу, есть кое-что с винтом. Так что, ребят, на этой позитивной ноте веселой, чтобы пули все летели мимо вас, не создавайте ситуацию, когда обязательства невозможно будет выполнить, а лучше выполняйте все обязательства. Как бы больно не было, как бы больно не было, как бы печально не хотелось не отдавать деньги. Долги надо отдавать всегда. В рассрочку, не в рассрочку, не оставляйте невыполненных ситуаций, они ударят вас с другой стороны.